Слушайте, ну вот по черновой отделке, вам скажу, все четко сделано. Смотрите, толщина стены. Тут вообще вопросов нет. Интересно же посмотреть, что там в квартирах. А, это она, что Story3 сделал. Это, наверное, пожалуй, один из лучших фасадов. Здесь гидроизоляция, и все. Отсюда, видно, выкачивали воду. Да, воды что-то здесь, конечно, очень много. Как круто смотрится, очень красиво. Тут штукатурочка есть, а здесь, а под радиатором все равно не видно. Ну вот, не считая вот этого, ну понятно, да, ни муфт, ни пожарных рукавов. Значит, 11 этаж, специальное полимерное покрытие. Везде есть указатели. Деревьев пока не видно. На вишню похоже. Посмотреть туда вниз, то есть не постарались. Зазор здесь, зазор здесь. Здесь видны кляймеры. Тоже, возможно, из-за этого как раз и задержка. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Мы с вами в Калининском районе у жилого комплекса «Наука», который за моей лысой головой. В первую очередь должны были сдать во втором квартале 2024 года. Сегодня у нас 4 августа 2024 года, то есть уже пошла просрочка сдачи. Попытаемся разобраться, почему это случилось, из-за чего, возможно, это произошло. Ну и посмотрим, постараемся посмотреть сам комплекс и на какой он стадии, вообще ли он готов к сдаче. Зашли мы, друзья, с вами на сайт застройщика. Видим, что здесь нет студии. Это очень круто. Проект бизнес-класс. Вот видите, написано «бизнес-класс» при 100% оплате. Станция метро «Академическая» по заявлению застройщика в 15 минут ходьбы. И в первую очередь должны сдать во втором квартале 2024 года. Заходим с вами на сайт Министерства строительства Российской Федерации, с моим ЖК «Наука». Первый этаж, первый корпус. Как раз где он? Вот здесь он, где заправка. Значит, и видим, что мы с вами, что должны были сдать во втором квартале. Второй квартал – это шестой месяц. То есть до конца июня должны были сдать, но почему-то не сдали. И вот здесь смотрите, значит, чтобы не быть голословным, да, нужно, соответственно, вот мы открываем с вами, почему вот не сдали, а начинаю копаться и понимать, что же такое произошло. Открываем, значит, мы с вами проектную декларацию, вернее, скачиваем. Теперь мы ее открываем. Проектная декларация застройщика. Ее каждый может открыть, никакой тайны ей нет, и мы, соответственно, листаем до… Вот он, первый объект. Значит, смотрим, кто, соответственно, там застройщик. Нас это не особо сейчас интересует, потому что мы и так все это понимаем. А меня на данный момент, я полагаю, вас интересуют техусловия. Потому что у техусловий у некоторых есть сроки, до которых они действуют, и, соответственно, их нужно перезаключать. И вот в этом может быть сложность, почему именно не сдали. Это я пока полагаю. И вот сейчас мы с вами будем смотреть прямо вот вживую, что здесь происходит. Так, право собственности, застройщик, кадастровые номеры, озеленение. Так, так, так. Дальше, дальше, дальше. О, электроснабжение. Электроснабжение, вот оно, друзья. Смотрим. Региональная сетевая компания, распределительные электрические сети. Номер техусловий. Срок действия техусловий до 18 октября 2023 года. Заплатили 108 миллионов 915 тысяч рублей за модернизацию сетей. За подключение. Холодное водоснабжение. То есть понятно, да, что уже закончились. Соответственно, информации о том, что их продлили, пока нет. Смотрим. Холодное водоснабжение. Водоканал СПБ. Срок действия до 29 мая 2021 года. То есть тоже уже все прошло. Размер оплаты не такой большой. Но, соответственно, тоже возможна из-за этого как раз и задержка. Потому что дом-то уже построен. Можно уже выдавать ключи. Так, так, так. Что у нас тут? Горячее водоснабжение. Аналогично до 9 июля 2019 года. То есть уже про... Ой, вру. Техусловия до 9 июля 2024 года. Да, то есть уже тоже прошло. Теплоснабжение. Аналогично. Вот видите, платы за подключение. Они должны сейчас получить новые техусловия. Они должны их продлить. Почему загвоздка, честно, непонятно. Потому что почему они не смогли это сделать раньше. Ну вот. Пойдемте смотреть, что с комплексом. Что на самом деле сейчас есть. Готов ли застройщик к сдаче. А вы меня обязательно поддержите лайком и вашим комментарием. Погнали. Видим с вами в первую очередь жилого комплекса, который должен быть уже сдано, пока не получил разрешение на вот в эксплуатацию. Либо информацию застройщик не обновил на ресурсе Министерства строительства. Значит, видим адрес Академика Константинового, дом 1. Не видно только значка, какой класс энергоэффективности. Видим брусчатку. Здесь озеленение. Напомню, что территория комплекса до тротуара была. За тротуаром, соответственно, это уже город. Видим, что у нас, соответственно, фасад. Это вентфасад. Из керамических плиток. Здесь видны кляймеры. Могли бы, конечно, для бизнес-класса сделать все как первый этаж. Здесь пока, знаете, вот так все достаточно практически неплохо. Вот не считая вот таких моментов, да. Зазор здесь, зазор здесь. Вот здесь какой зазор, вот здесь какой зазор. То есть не постарались. То есть надо было подвинуть вот ее немножечко, сделать ровней. Но, видно, так по проекту застройщика задумано. И в бизнес-классе можно сделать немножечко криво. Здесь, где кляймеры, тоже есть вот такие места. Но вот сильно не буду до этого докапываться. Но когда, например, платишь за квартиру там от 10 миллионов рублей за одну комнату на сегодня, да, то, конечно, хотелось бы, чтобы было все ровненько, красивенько и без отбитой плитки. Потому что нужно уже обращаться будет по гарантии. Только вы примите, соответственно, свой дом. Ну, вот, конечно, ржавчина здесь тоже очень странная. Ее видите? По-нормальному здесь должна быть оцинковка. Итак, первый этаж – коммерция. Здесь, напомню, заправка. Так что не удивляйтесь, у кого будет бензином попахивать, когда приезжает машина для топливозаправки, да. А здесь газон, красивый газон. Здесь, ну, тут еще только здесь не растет. Здесь, по идее, то ли кусты должны были быть у них, то ли что. Я не знаю. Ну, вот здесь подорожник я вижу, сорняк какой-то, ромашка растет. Ну, в общем, так странно. Лучше бы, не знаю, там лук, редиску или картошку посадили бы. На первом этаже, на окнах, у нас, что видно? У нас пленочка вот такая, наверное, защитная. Вот здесь тоже, обратите внимание, как подрезка сделана. Ну, в общем, как-то так. Я, честно говоря, не впечатлен. Коммерция подписана вот так, обозначение, соответственно, нет при ямке. Посмотрим, можно ли будет. Так, а вот, вот у нас подъезд есть. Шестой подъезд. Для вывода воды. Здесь для чего тут кусочек. Ну-ка, смотрите, вот тоже. Вот застройщик, уважаемый, проектирует. Вроде, да, все сделано нормально. Гидроизоляция видно. А кран вниз. Вот как сюда подключать? Ну, неудобно. Должен в сторону был бы повернут. Вот этот я имею в виду, да? Как туда шланг подключить? Соответственно, не очень удобно это будет делать. И не удивляюсь, что он потом будет открыт, и что будет оттуда торчать. Жилой комплекс наука. Вот такой значок. Система допуска ТРУА-АЙПИ. Строительный триест. Еще в пленочке защитной. Шестой подъезд. Нумерация квартир. И этажность. Тут у нас закрыто. Пойдем дальше. Значит, отсюда видим, что вот здесь пеноплекс выгоревший. И провод идет прямо вот туда. В самую нижнюю часть. Здесь, соответственно, можно это открыть при помощи вот такой ручки. Посмотреть туда вниз. И что там увидеть, друзья? Воду. Правильно. Так и должно быть. Коммерция. Вот здесь, обращая внимание, вот он кабель дальше сюда аж идет. Интересно сделали. Сверху видим козырьки из стекла неотмытые. На окнах тоже везде пленка. Не знаю, когда они вообще-то будут снимать. Есть подсветка. Да, кляревая, конечно. Внешний вид не бизнес-класса. Территория закрыта. Тут пустохрана у них. Вот таким светопрозрачным забором. И класса энергоэффективности. Здесь у нас Б. С фонаря капает водичка вниз. Сразу распаячная коробочка. Надеюсь, сделано все герметично, чтобы это ничего не замкнуло в будущем. А 10% от общего количества парковочных мест, это должны быть места для инвалидов. Но вот здесь мы видим просто их целую кучу. Елочки вот такие. Тут еще какие-то деревца. На вишню похоже. Но так пока приятненько. Причем елочки, знаете, как у администрации в советское время сажали. Они такие вот, видите, синие. То есть красивенько. Ну и здесь прикольно, что вокруг везде советская застройка. Сейчас пойдем постараемся зайти вовнутрь. Уж должен будет где-то быть вход, чтобы посмотреть этот жилой комплекс. Впереди открытая дверь. Похоже, офис продаст застройщика. Тут у нас открыто. Территория комплекса видим прекрасное озеленение в виде травы. Очень ровненько. Вот газонная трава. Очень все красивенько. Деревьев пока не видно. Вот такие какие-то декоративные формы. Под дерево, возможно, сверху будут дальше деревья. О, медведь. Помню, как на рендерах застройщика. Так, посмотрим, тут мы пройдем или нет. Первый подъезд. Закрыто. Так, а вот тут открыто. Здесь сразу видим, что такой небольшой приемочек. Здесь, соответственно, есть уклонка. И вот сюда уходит вся вода. Обратите внимание, как сделано. Что даже двери, по идее, не должны заржаветь. Сюда будет хорошо уходить. Вот здесь подрезка сделана. Плитки, не знаю, возможно, по-другому, конечно, не закрепить. Но, не знаю, мне кажется, какой-то начальник, может быть, нужно, чтобы смотрелось поприличнее. Фасадик здесь тоже не мешал, чтобы его отмыли. Уступы такие здоровые. Плитки не хватило. Вернее, отколотый кусок. Лестничный марш. Вход в подвал. Тут закрыто. Красивая отделка. Нормально ограждающая конструкция. Плиточка есть. Мне здесь нравится, что гладкие стенки просто окрашены. Все просто смоется красиво. Не зря Брусника приезжала и смотрела проекты Банава в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, где я, помню, их встретил. Мне здесь нравится, что, обратите внимание, большие свето-прозрачные конструкции. Большое количество здесь света. Сразу видно, что у вас на улице. И вот эта зелень радует глаз. Свет автоматически включается. А здесь специальное полимерное покрытие. Очень износостойкое. Такой застройщик применяет во всех своих проектах. Бизнес-класс не исключение. Ограждающая конструкция держится крепко. Обратите внимание, вот простая конструкция. И все четенько смоется красиво. Второй этаж. Поднимемся выше. Плитка получается на первом только лестничном марше. А выше уже, соответственно, полимерное покрытие. Так как у нас здание невысокное, то на 13 этаж достаточно легко и просто подняться. Везде есть указатели. На каком-то этаже нормальные цифры. Из пластика. Поднялись мы с вами, друзья, на 13 этаж. Есть указатель. Вот тут закрыто. Можно подняться выше. По словам, открыта ли кровля. Закрыто. Спустимся, значит, ниже этажа. Посмотрим, где будет дверь открыта. Тут, конечно, клиника не хватает. Закрыто. Значит, 11 этаж. Здесь видим все открыто. Красиво смотрится потолок. Некрасиво смотрится клапан. Автоматически включился свет. Достаточно низкий уровень потолка. Тут, наверное, 2,30-2,40. Номерация квартир сверху. Черные звонки. Черные двери с такой массивной ручкой. Все закрыто. Отделка красивая. Коридор широкий. Плитка котного формата тоже смотрится хорошо. Ну, понятно, да? Ни муфт, ни пожарных рукавов. Подготовились к сдаче. Ну-ка. На, и здесь все аналогично. Но зато хотя бы шкафы ровные. Так. Господи, все в пыли. Триндец просто. Слаботочка. Значит, вот они направляющие. Это должно быть все закрыто. Но здесь не закрыто. Но зато провода ровно красиво идут. Стяжки есть. Тут все зачеканино. Тут подписаны домофоны. Электрика. Шкаф тоже нормально смотрится. Ну, вот. Не считая вот этого. Почему здесь нет забрала? Может быть, они еще, конечно, пускай наладку не произвели. Но странно, забрала не вижу. Надеюсь, оно будет. Потому что ведь, конечно, так себе. Тут есть уплотнитель. Знаете, вот такой сам покупаешь. Дешевый. Чтобы, знаете, она не хлопала, не барабанила. Вот так сделана. Вот такой коридор, друзья. Лифтовой холл. Мне нравится, что здесь много света. Много, вернее, стекла. Одиннадцатый этаж. Аналогичная отделка. Какие квартиры. Лифты в ремонте. Черный цвет. И здесь мы, соответственно, видим, что плитку до конца не уложили. А в дальнейшем здесь, соответственно, будет написано на каком этаже лифт. Это здорово. Там свет горит или подсветка. А, вот панели эти красивые сверху, скорее всего. Их демонтировали. Очень здесь душно, друзья. Очень. На потолок черного цвета. Но не все окрасили черный. Я обращаю внимание, что тут немножечко потолка не хватает. Наро поставят. Будем надеяться на это. Здесь у нас оголенный провод торчит. Но так как еще не сдали, придираться к этому не буду. Надеюсь, тоже все исправят. Нам бы, конечно, квартиру посмотреть. Что там с отделочкой. Ну, вот здесь тоже, вот видите. Тут штукатурочка есть. А здесь, а под радиатором все равно не видно. Можно и так сделать. Девятый этаж. Трабочек вообще не видно. Здравствуйте. Благодарю. Доводчики делаете? Так, ну тут все аналогично. Эх. Все аналогично. Здесь очень душно. Не знаю, то ли это из-за того, что дождь прошел. У меня башка вся мокрая. Просто трындец. Когда будет лето, будет плюс 30. Я даже не знаю, как здесь можно будет находиться. Очень-очень душно. А шестой этаж, вот это специально, говорю, что понимали, где это. Потому что застройщики смотрят, видите, все вот замято. Так как ключи не выдают, то это понятно, что строители, а не жильцы. Уже по гарантии нужно исправлять. Не успели еще сдать, а уже гарантия. Ограждающая конструкция приварена. Надеюсь, ржавчины не будет. Вот ограждающая конструкция. Как поезд, да? Тук-тук, тук-тук по рельсам. Если анкера у Банава окрашены в цвет, сделаны красиво, а не в рунь, а не такого серебристого цвета, из нержавейки очень красивые, то здесь они сэкономили, поставили обычный. Ну, здесь хотя бы стойка ровно стоит, в отличие от того, что мы с вами видели на первом этаже. А тут у нас открытая панель. Обратите внимание, как круто смотрится, очень красиво. И вот там напольное покрытие, наверное, такого же практически цвета. Тут на ручке не хватает. Дерево, наверное, потом поставят. Ну и звонок, конечно, очень удобно сюда поставить. Очень. Как раз где лючок ревизионный. Да, выходишь на улицу, это чуть-чуть лучше. На самом деле, кстати, да, на улице тоже, друзья, душновато, поэтому в таком, соответственно, состоянии. Ну вот видим, как уклонка хорошо сделана. Вода стоит здесь, а должна уходить сюда. Тех-помещение. Красивые ровные фасады. Так, тут еще наверх. Паркинг. Закрыто. Там, видимо, недавно только стенки окрасили. Это коммерция. Въезд-выезд в паркинг. Все закрыто. Тут слаботочки провода торчат. Пленка. Тут открыто. Хорошее, не скользящее покрытие. И плюс сверху краска, знаете, как в лентах, как в океях. Ох, здесь попрохладнее. Много влаги. И вот непонятно, откуда она. А, ну вот здесь видно, да, что она была. Вот отсюда. Датчики видны еще. Ну вот тоже, да, вот. А, подождите, они, получается, между машинами. И достаточно высоко. Тут, наверное, метр восемьдесят они стоят. Ну, что-то вид, конечно, у них такой так себе. Не впечатляет мне это все доверие. Не внушает, вернее. Воду убирают. Да, воды что-то здесь, конечно, очень много. Вон, видите, прямо сюда, в самую низкую часть. Здравствуйте. Это после дождя да натекло? После дождя, говорят, натекло. Ну, тоже тут следы видно, что что-то потекало. Отсюда, видно, выкачивали. Воду сейчас отключено. Паркинг большой. Но нужно смотреть, откуда здесь влага. Это, конечно, мне лично не очень нравится. Так, куда-то еще пройти-то можно. Временно электричество туда заходит. А, вот здесь сухо. А, только вот здесь влага. Вот здесь влага. Вот видно, что гидроизоляцию вот здесь закрывали. Но тоже непонятно, откуда она. Она текла с улицы или здесь откуда-то. Это, конечно, под вопросом. Но я скажу так, что паркинги я выделил намного лучше. Не сказать, что это супер какой-то паркинг. Хотя странно, если бы вода текла, с другой стороны, возможно, бы все и высохло. В общем, да, конечно, уже смотрите, чтобы понять вообще, откуда она здесь взялась, эта влага. Вот видим, две секции соединили. Здесь утеплите, ничем не зачеканено. Здесь гидроизоляция, и все. Хотя вот здесь желобок для отвода воды есть. Не знаю, только работает он или нет. Тут из-за зеленения видим траву. Видим немножко хвой, видим медведя, закрученного в пленке. Здесь такая клевер растет. Прикольно. Ну, смотрите, а здесь-то двор-то такой вообще. О, ну, ничего себе. Ну, как-то так внизу паркинг. Соответственно, земли здесь нет, все в бетоне. Поэтому вот такие, скажем, огромные кадушки. А, вот деревья пошли. Ну, что-то вроде по рендерам-то. Все было поинтереснее. Холысых деревьев я на рендерах не помню. И не говорите мне, что они потом листики вырастут. Вот эти два дерева похожи. Ну, если вот здесь еще есть вариант, то тут вообще без листочков. А, они еще собирают эту супергорку в виде большой рыбки. Красиво смотрится. Двор достаточно большой. Ну, понятно, когда дети здесь будут играть, это будет шум разноситься по всему двору. Интересно сделаны лавочки. Мне нравится, что здесь дерево. Вот, смотрите, какая красота. Здесь травмобезопасное покрытие. Здесь, понятно, в дальнейшем сделают. Горка. Сейчас идет монтаж. Ох, стоит она даже, не знаю, сотни, десятки миллионов рублей. Ну, такой двор. Ну, что-то деревьев-то здесь как-то так. По мне их не хватает. Фасад, видим, технология мокрого фасада, штукатурка. Немножечко такая волной идет. Здрасте. Спортивная площадка. Ну, тоже вот тут мертвое дерево, могу полагать. Паркинг, лестницы, мусоросборочная камера. Вот прямо здесь внутри по мне это странное решение. Знаете, почему, друзья, странное? Потому что кто-то должен это обслуживать. Сюда будут приходить управляющие компании, ее сотрудники, вытаскивать баки. Куда-то их ставить надо. Затаскивать новые баки. И вот где-то они вот здесь будут мешаться, где-то будет мусор. И это, конечно, так себе. Фасад не отмыт. То есть, это либо плитка такая, либо вот фасад такой. Клянер, по мне, вообще жуткое зрелище. Вот здесь их нет. Тут они есть. И вот смотрите сами, да, как он. По мне, никак. Закрыто. Ну, вот сюда водичка утекает. Вот тут прикольно сделали. То есть, это место под хранение велотранспорта. Рейки из дерева и сверху стекло. Чтобы дождиком не намочило. Ну, смотрится, ну, прикольно будет, да. Когда они все это смонтируют, будет прикольно. Понятно, да, что тут должно быть все готовым. Раз не готово, поэтому, наверное, и не сдали. Фасад внутри по мне смотрится красиво. Цвет тоже, кстати, красиво. Большое здесь видно истекление. Небольшие здесь балкончики. По глубине. Так, шестой подъезд. Не закрыли. Вот трындец, конечно. Чуть сильнее дернуть, все отвалится, разойдется. Ну, вот, кстати, если посмотреть на сам фасад, то на таком хорошем уровне, скажу вам, сделано. Потому что обычно это все более криво и косо. Тут устроит тресто очень все, друзья, четенько. Это, наверное, пожалуй, один из лучших фасадов, которые я видел по данной технологии. Не считая Юита. Так, пятый подъезд. Закрыто. Блин, где-то же открыто должно быть. Плиточки не хватило. Вот эти козлики еще стоят. Ну, да, тут еще работать и работать. Не знаю, как они собирались это сдать, и почему-то просрочка уже пошла. Тут закрыто. О, там вроде открыто. А так, смотрите, красивенько. Фасад красивенько смотрится. Еще, конечно, вопрос, если будет хорошая зима, как здесь будут все убирать? Отсюда надо вывозить снег. Это тоже, кстати, вопрос. Как проектировали, как задумал проектировщик, архитектор, как это будет работать. Потому что если снега будет много, как последние зимы, то, не знаю, что здесь, тропинки будут или вывозить будут. А если вывозить, это очень дорого. И, кстати, и с улицы, и снаружи, и везде есть указатель, где какой подвеск, какая этажность квартиры. Вот вы сами попытки смотрите. Это вот лицо дома. Здесь такая щель. Здесь уже чуть меньше. Здесь ее вообще практически нет. И тут. Ну, общее впечатление приятное. Хочется МОПа посмотреть. Что столь трес сделал. Непонятно, почему, конечно, премки всего влаги. То есть она никуда оттуда не уходит и туда затекает. Это тоже не очень хорошо. Ладно, видите, уже на втором этаже кто-то живет. Цветочки выставили. Прикольно. Там рабочие у них, что ли, интересно. Между секциями видим парковку. Здесь тоже для инвалидов практически все места. Понятно, там будут и обычные машины парковаться. Потому что норматив, конечно, есть. Но столько инвалидных мест. Вот здесь тоже, кстати, цвет очень красивый. Его даже на камеру видно, что достаточно ровный фасад. Обычно он волнами, буграми такой идет неказистый. Здесь все четенько сделано. Кивы видны. Видите, эти отверстия, стенка для того, чтобы воздух проходил. Строй городок. Странно, что здесь забора нет у застройщиков. Огромное количество гипсокартона. Красивая брусчаточка. Здесь мы эти тоже елочки. Елочки. Это хорошо по мне. Как вам, друзья? Слышно, как гудят трансформаторы. Здесь, видите, электричество еще по времяночке идет. Вот здесь сделано под кусты. Почему-то кустов до сих пор нет. Странно, что еще не посадили. Так, а здесь получается... Ага, все, здесь... Парковка. Соседние дома, улица. Видите, люди белье сушат. Классный будет вид у кого-то из окон. Ох, ветерок, наконец-то. Тут такая духота на улице. Трындец. Что-то здесь еще работать и работать застройщику. Знаете, марафетик наводить, порядочек. Хотя вот здесь видно, что окна, клининг был, окна все отмыты. Возможно, даже здесь и плитку поотмывали. Вот так же, да. Бурщаточка раз, закончилась, травка идет. Интересно, интересно. А вот тут сверху видна наплавляемая гидроизоляция. А дальше виден пеноплекс и пена. Специфический, конечно. То есть вот здесь будет гидроизоляция есть, а там ее почему-то не видно. Здесь тоже, вот видите, нет гидроизоляции на изделие. Так, тут у нас в кадушках сорняки растут, после того, как землю привезли. С второго этажа вот он, мокрый фасад. А здесь просто плитку прикрепят и все. Въезд еще в очередной паркинг. Тут, понятно, еще работы. Это еще не сдали. Ну вот она, кстати, плитка, брусчатка. А, это она, получается, из упаковки. Ее вытащили и обратная сторона отпечаталась. Ее потом надо мыть. Вон, кадушечки. Паркинг красиво написано. Жаль, квартиры закрыты. Не посмотреть. Что-то сегодня вы... Так, вот тут интересно. Здесь мы с вами, друзья, видим утеплители. Вот тут он разного цвета. Видно, что-то они, видно, блоками меняли. И как-то он, знаете, здесь неравномерно уложен. Если вот сюда посмотреть, то видно, что ткань такая вся подубитая. Утеплитель здесь вот местами, наверное, как вот здесь он, смотрите, видите, кушать просит. Надеюсь, его переложат, очень надеюсь. Это еще не сдано, не будем докапываться. Но внешний вид, конечно, меня здесь не радует. А в целом у меня впечатление о комплексе такой приятное. Я бы даже сказал бы положительный минус. Не хватает клининга и таких доделок. Променад мне там нравится. Вот оставлены все эти деревья. Здесь такое место будет классное. Будут кататься на самокатах, на велосипедах. Двор приятный. Достаточно приятный. Но, конечно, если бы он был бы не двором-колодцем, было бы намного бы интереснее. Но, видно, нужно было как можно больше продать здесь, друзья, квартир. А здесь мы можем посмотреть, какой застройщик применяет материал. Все внутренние, внутриквартирные стены, они из гипсокартона. Профиль от КНАУФ, нормальный профиль, толстый, жесткий. Ну, так, относительно. Ну, у Пика, например, он намного там общественно, наверное, один из самых базовых. Петромикс строительной смеси, гипсокартон, тоже КНАУФ. Утеплитель для, соответственно, перегородок КНАУФ, как называется, чтобы загуглить. О, акустическая перегородка называется. Утеплитель стен, это роквул. Вот, видите, вот леса, вот они оштукатурили, потом окрасят, будет красиво. И вот сюда смотрю, не могу понять, где входная группа там даже должна быть где-то. А где она тут, не особо понятно. Да, своя такая специфика. Ну-ка, и лесничный марш где-нибудь, понятно. Возможно, все с другой стороны, или чуть дальше. Давайте пройдемся. Пока есть такая возможность. Интересно же посмотреть, что там в квартирах. А, ну вот, наверное, вот здесь лестница, или нет. Не видно нифига тем дном. Детский садик. Смотрите, красивенько как смотрится. Красиво вписывается, да, в архитектурную модель комплекса. Утеплитель чётенько сделан. Тут вообще вопросов нет. Можно пройти в соседнее здание, здесь всё открыто. Посмотреть всё ближе. Вот на вот такой утеплитель. На вот такую ткань. Не знаю, заменят они её или нет. Алюминий, бетон. Так, это, наверное, на коммерцию, да, мы с вами зашли в будущее. Вниз уходит. Так, вот это как раз вот всё. Получается, я зашел в лифтовой холл. Вот он. Ага, лестничный марш. Поднимемся на, получается, с третий этаж. Бетон норм. Кладка из блока тоже хорошая. Штукатурка. Смотрите, толщина стены. Коридор. Под коммуникацией всё. Ох, ровно, хорошо. Стенка из гипсокартона. Вот такая. Не сказать, что жёстко. Тут уже лучше. Тут двухслойный гипсокартон. Простробили под электрику. Выводы все есть на одном расстоянии. Слушайте, здесь так хорошо сделано-то. И лента по периметру идёт. Слушайте, такие стенки на первый взгляд. Ровно. Вот он, сам киф. Дырка на улицу. Широченные просто окна. Просто широченные. Кеммерлинг. Вот он, проект. Где чего и как должно быть. Сверху тоже электрика. Не открой. Сломана петля. Понятно. А окна, двери на пластинах. С нормальным чередующим расстоянием. Минимальным расстоянием, соответственно, с тормотивами до стенки. Пара изоляционная мастика. Очень аккуратненько всё сделано. Молодцы. Значит, смоем настенку из гипсокартона. Саморезы все прокрутили туда-вовнутрь, как и должно это быть. Темнотища. Пойдёмте смотреть ещё. Надо побольше найти квартиру. Больше площади. Вернее, не больше площади, где больше комнат. Вот с этого начнём. Я всегда с собой беру фонарик. И он нам как раз вот здесь пригодится. Смотрите, какой яркий. Это у нас санузел. Вывод воды. Вот он сверху. Труба канализации. Противопожарная лента. Вот она, чёрного цвета. Вентиляция обычная, как в советских панельках. А в бизнес-классе канализационная труба такая же, как в панельках. Самая базовая труба из того, что есть. То, что из гипсокартона стены делают перегородки, я считаю, это большой плюс. Потому что легко его обслуживать. Легко здесь что-либо монтировать. Плюс, если хорошая звукоизоляция качественно уложена, то ничего не услышите. Вон как раз вывод. Это кухня. Здесь вот таких два небольших окна. Расстояние, конечно, до стены меня радует. Радиатор отопления. Десять лет гарантии. Нижняя подводка. Электрика вся идёт в... Забыл, как называется. Проклятый коронавирус. В гофре. Комната. Подрозеточные группы. Тут, блин, много света, друзья. А вот здесь что-то... Видно, рапа лобка съехала. Они стесали. Вот так ровненько всё сделано. Не смотрите, молодцы. Не, как у некоторых. Вот он, акустик. Это ванная. Рано я убрал фонарик, друзья. Рано. Ванна большая. Канализационная труба аналогичная. Так, а где вода-то? А, воды я здесь выводов не вижу. Но так как это ещё не сдано, то продираться не будем. Вот здесь стык запенили. Тут какая-то своя специфическая шахта. Ну, ванна большая. Надеюсь, воду подведут. У людей будет не только канализация. Слушайте, ну вот по черновой отделке, вам скажу, всё чётко сделано. Влагостойкий гипсокартон. Саморезы. Вот такие применяет застройщик. Для гипсокартона. Здесь обратите внимание, что тоже всё чётенько сделано. Мастикой хорошо везде промазали. Вообще нигде ни щёлочки нет. Молодцы. Вид во двор. В принципе, больше с моей грузей ничего. А то, что я увидел, я этому доволен. Мне нравится. Вон, тоже для прокладки трасс. Сразу всё поставили. Так, ищем, где у нас тут выход. Господи, вот реально заблудиться можно. Нет. Ну-ка, давайте сюда зайдём. О! Сколько обрезков. Понятно, всё это выкинуто, эта стройка, не обращаем на это внимания. Здесь уже окна на улицу. Утеплитель. А, это остатки утеплителя, обрезки. Комната такие хорошие, прямоугольные формы все. Слышите, а здесь лоджи тут такая приличная. Тут можно и стол поставить, трапезничать, кофе пить. И не только кофе. Коридор широкий. А, вот всё, выход. Так, попробую, хочется очень посмотреть мупы, как выглядит. О, видите, выкраску делали. Подписывали, чтобы понимать, какой лучше взять цвет. А, вот он и выход. Брусчатка круто смотрится. Строители ходят. Полевые цветы растут. Гидроизоляция. Вот эти, получается, на бетон они что-то, гравий накидали. Песок с цементом, брусчаточка. Ну, всё. Поэтому вот в кадушечках и есть земля, потому что по-другому ничего не вырастет. Ну, вот отсюда тоже, смотрите, как. Красивенько, красивенько, что скажу. Я бы не прочь здесь себе иметь квартиру. Увидел, что здесь на втором этаже горит свет. Сейчас мы сюда поднимемся. Возможно, там открыто. И можно будет посмотреть квартиру. Здравствуйте, ещё раз. Ну, а тоже, да, как экономить. Тут плитка есть. Тут плитка на двух лестничных маршах есть. А выше всего в бизнес-классе не положено. Так, нам сюда. Так, вот она открыта, похоже, да? Здрасте. Там кто-то заседал. Тут сидят эти строители, понятно. Значит, где первая очередь? Вот именно с этого места до станции метро Академическая 1 километр 300 метров. Ну, примерно 15-20 минут идти пешком до станции метро. Это, конечно, очень круто. Особенно учитывая стоимость квартиры 10 миллионов рублей. Когда, к примеру, недавно обозревал, показывал вам жилой комплекс от Глорекс у станции метро Гладожская. Там 5-8 минут. Ну, и квартиры стоят от 12 миллионов. Здесь, конечно, мне всё понравилось намного больше. Пишите в комментариях, как вам увиденный бизнес-класс от застройщика Строительный Трест. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, а не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok